Вы смотрите лайф и мы продолжаем. Весь мир не стоит слезы ребенка. К сожалению, эти слова не помнили приемные родители из подмосковных озер. Россия содрогнулась от жестокости и бессердечности опекунов шестилетней девочки. По версии следствия, они убили малышку и сожгли ее тело, а после несколько месяцев скрывали страшное преступление. Продолжит наш специальный корреспондент Евгения Змановская. Субтитры создавал DimaTorzok Города Озеры и волонтеры из области в лесу на дачных участках искали шестилетнюю Веронику Черникову. О пропаже голубоглазой светловолосой девочки стало известно, когда ее опекуны 30-летняя Татьяна и 36-летний Роман Черниковы во время празднования Дня города сообщили полиции, что в толпе потерялся их ребенок. Когда ведущий сошел со сцены, родителей уже не было. По нашему предположению, наверное, ребенок должен был найтись, если родители спокойно ушли. Но вечером мы выяснили, что ребенок не нашелся. И родители такую информацию мы взяли. Сразу же был организован штаб по поискам девочки. Уже вечером родители начали путаться в показаниях и полицейским озвучивать сразу несколько версий. Вероника пошла в магазин и не вернулась. Повели дочь на детские праздники, и она убежала. Особенно убедительно была бабушка. Она тихоря наелась груш. Ее в пятницу вырвало вечером. Эта тянь позвонила, говорю, Тань, у вас есть что-то от рвоты? Она приехала с работы, и Ромка там остался. Мы вот у соседей спросили, уголь активированный, две таблетки ей растолкли, дали. Все, вроде ночью не рвало. Утром опять вырвало. Куда ее не на праздник везти? Жара такая. Вместе с волонтерами и жителями города опекуны расклеивали объявления с просьбой откликнуться, если кто видел Веронику. Спустя трое суток поисков весь город узнал. Ребенка в живых нет. Уже четыре месяца в этом признались сами опекуны. Полицейские заподозрили неладное, когда опекуны перестали выходить на связь. Они определили их местонахождение здесь, в 50 километрах от города Озеры, на кладбище Серебряные пруды. Они находились практически в бессознательном состоянии, были очень пьяны. Среди могил Роман и Татьяна Черниковы признались. Девочки нет живых уже четыре месяца. По их словам, якобы еще в апреле Вероника захлебнулась, когда купалась в ванной. На допросах Черниковы признались, чтобы скрыть смерть Вероники. Они сожгли ее тело. На дне города заявили о пропаже ребенка, испугавшись проверки органов опеки. Те четыре месяца даже не заглядывали к Черниковым, хотя следовало держать опекунов на контроле. Почти все соседи уверяют, часто видели Татьяну и Романа нетрезвыми. Ну, вот и варим. Оба? Оба. Он сильно кричал там и матом ругался. Я вас зарежу, я вас убью. Он сказал, пьяный. А пьяный, наверное, всегда был. Сейчас следствие выясняет, почему сотрудники опеки четыре месяца не интересовались, что с подопечными детьми. В учреждении ведется проверка. В опеке не объясняют свои действия и буквально закрываются от журналистов. Почему вы меня выгоняетесь, скажите? Потому что сегодня не приемли день. Как мы приемли день? Сегодня рабочий день. Рабочий день сегодня. Что вы делаете? Почему вы так нервничаете? Просто нам дайте комментарии и все. На допросе бабушка Елена Зубарева призналась, чтобы избавиться от тела внучки, они купили жидкость для розжига огня и больше суток сжигали тело шестилетней девочки. Во время следственных экспериментов на территории участка, где жила семья, троих привозят по одному, чтобы Черниковы не общались. Они постоянно меняют показания, путаются. Приемный отец рассказывает следователям уже новую версию, что в апреле вечером они жарили шашлыки, выпили много алкоголя. Вероника подбежала к столу и взяла из тарелки кусочек мяса, не спросив разрешения. Это разозлило Романа, и он ударил малышку по голове. Она подавилась мясом. Он якобы пытался ее спасти, но девочка задохнулась. Тогда он заявил теще и жене, что не хочет садиться в тюрьму и нужно скрыть, что он натворил. Приемный отец девочки сообщил, что в один из дней апреля, находясь дома в состоянии сильного алкогольного опьянения и на почве личных неприязненных отношений к ребенку, он совершил убийство Вероники, а затем с целью сокрытия ее тела он его сжег. Останки девочки он раскидал вместе со своей супругой в нескольких населенных пунктах Московской области. Трех членов семьи Черниковых, 54-летнюю Елену Зубареву, ее дочь, 30-летнюю Татьяну и 36-летнего зятя Романа Черникова проверили на вменяемость центральной районной больницы «Озер». Все в полном здравии и рассудке. Как вы здесь 4 месяца с этим жили, скажите? Отходим, отходим, отходим дальше! Небольшой городок потрясен шокирующими подробностями. Еще днем продолжали поиски девочки, а к вечеру сотни людей стали приносить к дому, где жила 6-летняя Вероника, игрушки, цветы, конфеты и свечи. Мы принесли детскую игрушку в память о Веронике, чтобы почистить память светлую. Жалко просто девочку. Я не представляю, как они так могли поступить. Дети-то это наше будущее, это наше счастье. Ради них мы, в общем-то, и живем на земле. Ради своих детей. И когда совершаются такие поступки, это не передавая им отряда. Сотни людей ждут, когда выведут Романа и Татьяну со следственного эксперимента. Чтобы их не растерзала толпа и не закидала камнями, полиция надела на Черниковых бронежилет и шлем. Веронику взяли под опеку 6 лет назад из дома малютки. У девочки серьезное отклонение в развитии. Соседи рассказывают, что она была слишком капризной. Не слушалась взрослых. В семье Черниковых есть еще один приемный ребенок. Мальчик. И родная дочь. Мы хотим вот в тот первый. Мы хотим там пиццу. Черниковы бизнесмены. В июне, спустя три месяца после убийства Вероники, они в городе первые открыли фирму по доставке фастфуда на дом. Как и все начинающие предприниматели, беспокоились о продвижении рекламы и увеличении базы клиентов. Не Амстер в газете «Заря». Признаюсь, приятно. Вот только контакты по ошибке мы указали неверные. Приносим свои извинения за неудобства. Прикольно. Теперь и на радио. За пять дней до того, как сообщить о пропаже девочки, Татьяна Черникова дает поучительное интервью в местной газете. Советует другим приемным родителям, как нужно воспитывать детей. Нет лучшего и простого совета, чем просто понимать желание и, главное, любить своих детей. Если это делать, то и никакие хитрости не нужны. За носу! За носу! За носу! За носу! Бабушку и опекунов арестовали на два месяца на время следствия. В зале суда, в клетке. Голова семьи стоял спокойно. Но было видно, что он напуган. Страшно. За себя. Что будет с ним дальше? Его жена и теща прятались в углу. Мой ребенок. Как вы? Зачем вы ее убили? Какой мотив у вас был? Можете сказать? Можете сказать. Да, вы все. Вы вину свою признаете? Признаю. Признаю. Вам жалко вообще девочку? Вы ее любили? Что она сделала, Татьяна? Как ребенка не убивать? Ироды! Гореть вам в одну тварь! Пройдите все круги ада! Помощи! Ироды! Пожи вы! Вот столько людей, которые проживают в нашем любимом городе, пришли сегодня почтить ее память. Трое суток мы все вместе с вами искали этого маленького ребенка. Трое суток все озера жили одним. Что эта девочка жива. А в это время... Не знаю, как назвать тех людей, которые сейчас находятся в ВВС Озерского района. Ходили спокойно по этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok